Благодарю. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Спасибо большое за добрые слова приветствия. Сегодня я рада представить вам такую тему, как коллаж, как арт-терапевтический прием для развития речи творчества. Конечно, я, как всегда, рассчитываю на темы своих вебинаров, предлагаемых, рассчитываю на дошкольников и младше школьников, и специально буду отговаривать, где какие приемы можно использовать для определенного возрастного контингента. Итак, коллаж, как арт-терапевтический прием для развития речи творчества. Уже следующая цитата, которая на текущем слайде представлена. Да, кстати, все видно, подтвердите, пожалуйста, огонечками, все ли все хорошо слышно, все видно на экране, все хорошо. Спасибо большое. Итак, данная цитата известного нашего классика, педагога, она лишь подтверждает, что наглядный материал у дошкольников и младше школьников усваивается гораздо лучше, если использование, ну, в частности, раз мы сегодня говорим о коллажах на занятиях по развитию связной речи, позволяет детям наиболее эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию и облегчает запоминание слов и поиск этих слов. Символы, образы максимально приближены к речевому материалу. Коллажи могут служить дидактическим материалом в работе по развитию речи творчества детей. А что такое речи творчества? Мы под этим с вами будем понимать деятельность, связанную с самореализацией ребенка в качестве личности языковой или речевой на вербально-семантическом, то есть словесном, уровнем словесном, связанном со значениями слов, на когнитивном, то есть познавательном уровне. И, конечно же, третье, мотивационно-прагматический, то есть то, что мы хотим сформировать у ребенка потребность для того, чтобы говорить. Будет мотив, который лежит в основе любой деятельности, в том числе речевой, будет и некий результат, который мы с вами как воспитатели, педагоги, психологи, логопеды уже корректируем, доводя его до идеала. Идеал, не забываем, он у нас только в голове, всегда есть ниша для нашей с вами работы, была, есть и будет, вероятно. Из имеющегося определения психологии, языковедения, я бы вывела такое вот свое собственное понимание речи творческой деятельности, как той самой компетентности, которую мы с вами должны вырабатывать, да, согласно ФГОС, как в дошкольном, так и в начальном образовательном звене. Это, во-первых, представляющий собой комплекс речевых действий операции на основе языковой системы. И, во-вторых, конечно, это направленное на санализацию личности, как личности языковой или речевой. Напомню, чем различаются эти виды личности. Языковая – это, конечно, владение, формирование навыков и умений владения средствами языка, а речевая личность – это, конечно, уже человек, который умеет вербализовать, то есть оформлять свои мысли в словесной оболочке. Каллажи – тот дидактический прием, который, конечно, всем вам известен, и в том или ином объеме или разновидностях, я думаю, вы все использовали этот прием в своей практике в работе с малышами и детьми, и дошкольниками. Но каллажи еще можно воспринимать как средство для обогащения словарного запаса, при обучении составления писательных рассказов, пересказов, и даже для заучивания стихов, и, конечно, для автоматизации звуков. Вот последний момент, конечно, заинтересует присутствующих здесь педагогов-логопедов, но и сегодня я хотела бы вот такую нишу приоткрыть, что этот прием очень ресурсным, обладающим таким большим потенциалом, является в плане арт-терапевтического приема. Человеческая память, как известно, устроена таким образом, что в ней четко фиксируются зрительные образы, да, и поэтому для развития памяти очень важна наблюдательность и тренировка ассоциативного мышления. Память ассоциативно-образная. Мы не можем запомнить то, что ускользнуло от нашего наблюдения, и после наблюдения, неважно, зрительного, слухового, но запоминание возможно только если его объект ассоциируется в нашем сознании с тем, что мы узнаем и помним. И особое место в работе с детьми у нас занимает, конечно, вот этот материал, дидактический прием в виде форме коллажей, что облегчает детям овладение связанной речью. Кроме того, наличие таких зрительных опор, зрительных образов делает рассказы четкими, связанными и последовательными. Я вот на текущем слайде представила вам цели и поэтапную работу нас с вами, педагогов и воспитателей. И особо мне хотелось бы обратить ваше внимание на развитие так называемой фотографической памяти ребенка, которая в дальнейшем может быть связана с формирующим его психотипом. Напомню, да, есть сангвенические, флегматические, холерические и даже дигитальные психотипы, ведущий канал восприятия той или иной информации в дальнейшем определяет, конечно, и эффективность или качество потребления этой информации и умение его осознать и сделать вот уже своим достоянием, то есть, по сути, понять. Вот представленные этапы работы, конечно, я всегда это вам говорю, напоминаю, здесь все зависит от того, как вы будете корректировать, в зависимости от того, в какой группе с детишками работаете. Можно упрощать или, напротив, усложнять, сокращать, ориентироваясь на те возможности, которые у вас имеются и на базовую подготовку ваших детишек. Конечно, совместная работа предполагает такую возможность, которую мы даем детям, рассмотреть коллаж, рассмотреть изображения на них и составить сюжет с использованием тех картинок, которые учитывают и возрастные особенности детей. Младший возраст, конечно же, предполагает активное участие и помощь воспитателя, ну а старшие детишки могут какие-то этапы и самостоятельно при соответствующем направлении педагога осваивать. Вот, допустим, если в коллаже у нас содержатся цифры какие-то, буквы, которые в определенном возрасте еще детям неизвестны, но мы их можем уже вот зрительно озвучивать, для того, чтобы было легче осваивать, потом уже цифры и алфавит языка. И воспитатель обычно задает наводящие вопросы, да, например, почему здесь они изображены, а вот с какой буквы начинается вот это слово и это слово озвучивать, да, на слуху. Есть ли это буквы в этом слове? Это уже вот такие вопросы для более старших, дошкольников. И вот те задачи, которые непременно мы себе ставим, вот такую программу минимум или максимум, вот среди перечисленных задач, ну они такие классические, как правило, да, все, что связано с развитием, связанной речи и вот речи творческими возможностями ребенка, которые мы обязаны выявлять, здесь я бы, наверное, еще дополнила и добавила бы такую задачу, ну она в основе всех видов деятельности лежит, которые мы развиваем у наших детей, это создание положительного эмоционального климата у наших участников образовательного процесса. И вот как раз калаш в этом отношении представляет одну из арт-терапевтических форм развития речи творческой компетенции у детей школьного и дошкольного, младшего дошкольного возраста. Что такое арт-терапия? Ну, арт, понятно, это изображение. Терапию мы с вами, наверное, будем понимать не только в узком значении слова, которое нам известно, но терапию еще и своего рода профилактика тех внутренних напряжений, которые у человека, в том числе у маленького, могут возникать от воздействия различных факторов социально-психологических, домашних, от общения, коммуникативные факторы и так далее. Вот, ну, конкретно уже по отдельным видам работы, которые я дальше буду с вами рассматривать, я уже вернусь, вот что можно профилактировать у детей, что можно выявлять, потому что, к сожалению, мы взрослые иногда даже способствуем формированию в семейном кругу или в домашнем кругу некоторых тех так называемых комплексов, с которыми потом надо бы работать с психологом. Но вот в школьном возрасте это может выявиться, и почему так происходит, сегодня некоторые вопросы мы попутно, конечно же, рассмотрим. Какие примерно результаты мы с вами ожидаем от применения вот таких методик? И здесь я представляю их вот такими маленькими солнышками обозначив. Обучение, конечно, должно опираться и осуществляться с помощью комплексной программы и воспитательного, и обучающего, и психологического, и логопедического воздействия, которое включает не только развитие компонентов речевой системы, а речь, как правило, она взаимосвязана с психическими компонентами нашей составляющей личности, но и направлены на коррекцию психических функций. Следовательно, когда мы используем коллаж в работе по развитию речи детей, то, по моему глубокому убеждению, наиболее актуальным является наглядное моделирование, то, что облегчает детям овладеть речью, то есть использование картинок, символов, образов, то, что способствует запоминанию, увеличивает объем памяти и в целом, конечно, способствует речмослительной деятельности. И второе, это, конечно, приемы наглядного моделирования, которые используют естественные механизмы памяти мозга и позволяют контролировать как процессы запоминания, сохранения, так и припоминания в дальнейшем той информации, которую мы на этапах повторения материала того, того, что усвоили дети из урока в урок. Что представляет собой коллаж? Коллаж в переводе с французского или наклеивание, да, это технический прием, который в изобразительном искусстве заключается в том, чтобы наклеивать на подложку предметов и материалов, которые отличаются по своей фактуре, по основе, по цвету, форме. Материалом, кстати, могут служить все, что нас окружают, и газеты, и журналы, и природные материалы, различные предметы. Таким образом, коллажирование дает возможность раскрыть потенциальные возможности ребенка, но и предполагает, конечно, такую большую степень свободы и является таким безболезненным методом работы с личностью, который опирается на положительные, конечно, эмоциональные переживания, потому что творчество всегда, на мой взгляд, сопрягается именно с положительными эмоциональными какими-то переживаниями. Коллажирование позволяет определить, выявить даже и определить то, что на данный момент отражает, отображает, как хотите назовите, но вот то психологическое состояние детей. Выявить какое-то актуальное содержание его личностных переживаний, самосознания. И вот поскольку коллаж предполагает свободу выбора автора в исполнении, например, наклеенные картинки могут даже выходить за пределы основы, которые вы даете детям, не обязательно формат А4 или тот формат, который вы детям дали, должен рамочную такую структуру иметь ни в коем случае. Здесь свободы выбора пожалуйста, потому что могут клеиться друг на друга картинки, выходить за основу. Нет ножниц, значит, картинки можем вырывать руками. Есть тогда такая обрывная техника, вам известная. И именно руками можно подать, придать нужную форму тому, что будет потом клеиться. И чем клеится, мы тоже об этом скажем. Мелкая моторика. Мы обрываем, придаем форму из того материала, который используем. И вы знаете, те маленькие наши участники, которые, может быть, с каким-то нежеланием первоначально, на первом этапе начинают составлять коллаж, потому что их вот просят, дают такое задание. Вы знаете, они постепенно начинают увлекаться самим процессом и получать удовольствие. С другой стороны, коллаж – это, конечно, рассказ. Рассказ, который запечатлен в изобразительном материале. Почему? Потому что каждый элемент коллажа – это слово или фраза. Это коллаж целиком можно воспринимать как текст, расшифровку которого логопед, воспитатель, психолог должен увидеть какие-то особенности в том, что в процессе, скажем, в норме может привлечь внимание ваше по цвету, по каким-то формам и прочее. А вот как раз на это потом уже и вот эту терапию, которую мы в широком смысле с вами будем понимать, направить. И в процессе вот такого творчества даже взрослый человек гораздо ярче и нагляднее может проявить себя, а фантазия наших детишек может и выходить за пределы того, что мы можем с вами предположить. И появляется такое новое целостное послание, буквально то, что иллюстрирует его внутреннее состояние, то есть то, что даёт возможность лучше осознать и проработать ту ситуацию, которая ребёнком может быть через коллаж представлена. И эта ситуация, она может быть зашифрована в том, что дети сталкиваются дома или даже в обстановке пребывания в детском саду. В начале учебного года можно попросить родителей собрать дома ненужные книжки, учебники, рекламные буклеты, то, что мы макулатурой с вами называем. И помимо картинок из книг и журналов можно активно использовать картинки, распечатанные на чёрно-белом принтере. Картинки, скажем, я знаю, что можно комбинировать подобные приёмы, коллажирование с заданиями, упражнениями на заданный звук. Можно найти в интернете их очень много, увеличить или уменьшить. Обычно нужный размер нужно распечатать на формате А4. Естественно, можно приготовить ножницы, клеить цветные карандаши. Это тот самый инструментарий, с которым мы обычно работаем с детишками в среднем или в старшем дошкольном звене. Ну, у младших школьников это уже привычные инструменты. Можно подобрать сюжеты для составления коллажа, исходя из того, какую цель вы поставите. То есть автоматизировать или дифференцировать звук. При подборе сюжета всегда следует помнить о том, чтобы он и был недостаточно сложным, или и не таким уж лёгким для детей, особенности которых лучше вас, наверное, никто не знает. И вот только в этом случае, когда мы находим золотую середину, и нелегко, и не так уж и сложно, дальнейшая работа, конечно, над коллажем принесёт детишкам максимальную пользу и радость. Ну, например, с общего начнём. Типичный такой хрестоматийный пример – коллаж «Ёж». Когда мы выбрали картинку, вырезаем и наклеиваем сгруппированные картинки, которые, может быть, ассоциативно связаны. И, естественно, в процессе составляния коллажа мы всегда используем словесные приёмы развития речи. Мы объясняем, даём речевой образец нашим детям, потому что образец должен предшествовать речевой деятельности ребёнка. Образец должен преподноситься детям подчёркнуто, чётко, громко, неторопливо. Ну, и я думаю, повторить, конечно, эти речевые образцы стоят. Обязательно педагог даёт указания, разъяснения детям, как надо действовать, как достичь требуемого результата. Ну, вот перед нами коллаж «Ёж». Кто нарисован в центре листочка? Понятно, здесь и хором, и пальчиком показываем, почему около ёжика нарисован лес, логические связи, да? Ёж – это животное, которое живёт в лесу, да, дикое животное, он живёт в лесу и прочее, прочее. Почему человек нарисован на картинке, что может быть общего у ёжика и человека? Есть голова, туловище, лапки, ну, всё, что дети там могут ещё перечислить. А иголки почему изображены на картинке? Потому что тело ёжика покрыто иголками, да? А что это за шарики, большой и маленький, рядом с ёжиком? Вот здесь, может, конечно, возникнет пауза. И на что воображение ребёнка будет уж способно, скорее всего, вот методом такого догадывания, догадки, у ёжа есть, конечно, или могут быть детёныши, да, ёжа-то большие и маленькие. А что объединяет снежинку и гнездо? Ну, конечно, ёжик спит в гнезде, а лягушка, мышь и ягоды – это, конечно, вот то, чем питается ёж. Те детишки, которые, может, не владели этими знаниями, узнают, да, подсказываем, показываем, иллюстрируем, составляем рассказ и что-то ещё можем фантазировать, да, звуки сдаём в случае необходимости. Ну, вот как раз последующее задание, я как раз и хотела показать, как это можно сделать. Калаш берёза. Здесь уже побогаче материал, посложнее. Я думаю, это уже можно в старшем дошкольном возрасте использовать вот такое вот наклеивание, потому что и части берёзы, и его компоненты, элементы, и вот, ну, видите, изображений гораздо больше. И я думаю, здесь, конечно, можно придумать такой связанный рассказ, можно усложнять, давать конструкции на слух, усложнённые. Конечно, детишки пока ещё сложными конструкциями только овладевают, слышат, но легко могут, пусть на первых этапах с ошибками, но их преодолевать, эти ошибки, и повторять то, что воспитатель может представить. Скажем, это дерево, наводящее вопросы, уточняющее, как называется это дерево, берёза. Почему? Потому что вот там белая кора и особенности берёзы, в отличие от других, лиственное дерево, да, оно растёт в лесу или в парках, в городе, или вот тонкие, стройные стволы и так далее, на веточках красивые листья, описываем, какой они формы и прочее. Питается она с помощью корней. Ещё раз посмотрите рисунок, здесь есть у нас вот связанные. И некоторые детишки, кстати, ну, видимо, это практикуется дома, начинают вспоминать про берёзовый сок весной, что он полезный. И вот эта вот ассоциация с посудой, она вот наталкивает на такое. В городе люди сажают берёзы, чтобы сделать воздух чистым, да. Из коры берёзы делаются поделки. Весной на берёзе появляются почки, которые превращаются в листочки. Осень, зима. Посмотрите, сколько сразу у нас и времена года, и описание, и вот прагматически, вот этот прагматический мотивационный компонент проявляется, для чего, да, вот берёза, чем она полезна, и просто эстетические вещи. То есть здесь настолько все детали взаимосвязаны. Наша какая задача? Задача нас – это, конечно, логическую цепочку соблюсти, подсказывать с помощью наводящих, уточняющих вопросов. Ведь когда мы задаём вопросы, дети тоже в формулировку вопросов, они видят сам формат и то, как можно, с какой интонацией, и как можно конструкцию вопросительную строить. Это вот что касается берёзы. Казалось бы, ну здесь, кстати, и со звуками можно поработать, но вот дальше чуть более сложные. Наверное, упражнения, они сложны для нас, организаторов применения техники коллажирования. А для детишек это, в принципе, тот же процесс. Ну, например, волшебные звёздочки. В обрывной технике, или для вас удобном рисовании, или что-то, что можно потом наклеить, мы раскрашиваем звёздочку, заклеиваем её внутри и называем то качество, которое ребёнок может приписать звёздочке. Так могут появиться и звёздочки, силы, и смеха, и красоты. Вы не представляете, какое количество звёздочек и вот тех качеств, свойств и так далее может ребёнок приписать обычной звёздочке и нарисовать, и пририсовать. И вот такая методика, она способствует снятию стресса и облегчению психологического состояния. Почему? Элементарно. Она даёт возможность выразить с помощью визуальных образов, которые могут быть гораздо информативнее, то, что человек маленький может скрыть, стесняется сказать. То, что его угнетает, нет настроения или что-то, внутреннее настроение ребёнка, мы с вами экстраполируем через вот эти, ну пусть в данном случае звёздочки. Вот эта картинка, создаваемая руками детей, несёт для нас с вами большой смысловой заряд. Мы раскрываем, конечно, постепенно. Почему? Потому что вот такие картинки, они в первую очередь отражают те бессознательные процессы, которые позволяют проявиться именно в проективных методиках коллажирования. Я считаю, часть этой проективной методикой, потому что мы даём задание дать образ. А образ, он необычайно ресурсен и полезен, и прежде всего, конечно, для логопедов и психологов. Коллаж уникален тем, что он позволяет органично соединить вещи, которые на первый взгляд кажутся вообще несоединенными, и сами по себе никакой художественной ценности естественно не представляют. Но вдруг начинают играть, едва соприкоснувшись друг с другом и сложившись в некую такую мозаику. В работе с детьми метод коллажирования можно использовать для решения разных задач. Ну, понятно, я ещё раз повторюсь, инструментом, материалом могут служить различные журналы, рекламные буклеты, обои. Если это коллективное коллажирование, вот мы трёхметровые обои на оборотной стороне, которое чистое, да, или наоборот вдруг детишкам захочется именно поработать с той стороной, что и с картинками, для снятия психоэмоционального напряжения. То есть когда дети выбирают, уже сам выбор картинок, или вырезают, наклеивают, вот эта негативная энергия, которая внутренне у них копится, она сублимируется, то есть доходит выход в состояние ребёнка, нормализуется, и он видит результат своего труда, то есть идёт направленность некой энергии, которая позволяет выйти в творческом процессе. И для формирования коммуникативных навыков, конечно, исполчения группы детей, вот, ну, допустим, общий такой коллективный коллаж города, да, или волшебную страну, там, создаём, пишем, рисуем картину. И на большом листе, обычные там бои, конечно, удивительные вещи происходят на вот таких занятиях. Дети учатся договариваться, смеются, ну, да, конечно, могут немножко поспорить, но результат всегда один, совместная работа. А совместная, вот, работа в группе, она очень ценна для каждого из них в отдельности. Метод коллажирования можно, конечно, использовать и для, в актуальных для нас ситуациях внедрения ФГО, да, по теме недели, это, ну, например, здоровейка, можно предложить детям выбрать, скажем, продукты питания полезные для нас, и наоборот, те, что наше здоровье могут ухудшить, да, и вот в данном направлении коллаж позволяет педагогу быть огромным подспорьем, потому что по любой теме недели, которую вы выбираете, можно придумать тему коллажа и решить одновременно несколько задач по разным образовательным областям. Одной методикой, в общем-то, несколько задач решать. И привлечь детей к творчеству, ну, есть закрытые, открытые дети, понятно, да, вот то огромное разнообразие художественных материалов и, в первую очередь, конечно, вот эта свобода выбора, экспериментирование, которое как результат свободы выбора может являться. И привлекательным для ребенка, конечно, является то, что при такой методике невозможно совершить ошибки. Это благоприятно сказывается на самооценке детей. Уже в этом возрасте детишки наши растут, самооценка складывается. Если ребенок оставляет свою работу, вот у него возникли какие-то трудности, не получилось вырезать так, как вот у соседа или друга, не получается так, как он задумал, предложите ему другие способы достижения желаемого результата. Можно же не только ножницами, опять-таки несколько вариантов. Для чего это нужно? Мы помогаем детям преодолевать препятствия уже в этом возрасте. Он поймет дальше, когда будет социализироваться, растет наше дитя, он будет знать, что из любой ситуации есть выход. В нынешних информационных потоках, в нынешней информационной среде и в тех психоэмоциональных напряжениях, которыми и мы с вами, взрослые, порой очень тяжело, согласитесь, переживаем, детишкам надо помочь. Уже с этого возраста мы с вами закладываем алгоритм выхода когда есть любая сложная ситуация. Если нам это удаётся сделать, у нас будет общество здороветь. У нас не будет пополняться группа работы психологов в том плане, чтобы уже выводить детей из депрессии. Одни только экзамены, стрессы чего стоят. Всегда есть альтернативный подход, видеть выход из любой ситуации сложившейся. Есть ещё несколько методик, о которых я дальше с вами поделюсь. Следующая методика, она тоже вроде бы на первый взгляд простая, но посмотрите, бабочка сновидений. Вот здесь я, наверное, большую часть комментариев позволю непосредственно для педагогов, которые решат в своей практике вот эту методику использовать или разновидности этой методики. Хотела бы делегировать вот эти свои размышления и комментарии. Цель сказки о бабочке сновидений – это актуализация того эмоционального и когнитивного компонента переживания сновидений, изучение ночных страхов. Вы знаете, это в детском возрасте есть, и многие детки могут… Что такое сон? Это дешифровка мозга той информации, которую днём мы получаем. Днём не обязательно сегодня, это может быть пережитой некогда, да, страх. Очень часто бывает, что даже в детстве нечто пережитое потом во взрослом возрасте сказывается вот неким напряжением внутренним, некая такая пружинка, которая, ну, как доставляет такой психологический дискомфорт. Вот, вы знаете, вот со многими взрослыми людьми, с теми которых, ну, я спрашиваю, вот, а вы боитесь высоты? Многие говорят, да нет, не очень, ну, смотря какой высоты, уточняю, да. И один пожилой человек говорит, вы знаете, я помню до сих пор, два с половиной, три года у соседей случился пожар. И, естественно, родители побежали, раз с соседей, это же очень опасно. И он оставался вот смотреть в окошко один, там, град чуть постарше. И вот сам вид, и, видимо, вот это состояние, что люди бегают, вот эта вот суета, суета, связанная с переживанием с опасностью. Дети очень чутки к нашим переживаниям. И вот он до сих пор переживает это и очень часто видит во сне, будучи пожилым, в 75-летнем возрасте. И вот сказки подобного рода дают нам возможность искать внутренний ресурс преодоления некоторых страхов. Ну, предположим, изготавливаем мы калаш. Здесь уж, конечно, подготовка нужна с нашей стороны. Нам нужно нарисовать бабочку, либо ее вырезать в готовой форме. И вот почему бабочку? Почему не муху, почему не пчелку, а именно бабочку? Ну, вы понимаете, что бабочка во многих культурах, она символ души, бессмертия, символ возрождения, воскресения. Это такое крылатое небесное существо, которое появляется на свет из обычной гусеницы. У кельтов она олицетворяет душу, огонь, у китайцев бессмертие, досуг в изобилии, радость. И сон также считается подобием такой кратковременной смерти, когда душа на ночь оставляет свою телесную оболочку и отправляется в разное путешествие. И вот бабочки помогают вернуться душе в свое тело. И на крыльях несут воспоминания о путешествии души. Можно попросить детей закрыть глаза. Можно, кстати, эту технику продумать очень грамотно, как-то сопрячь с дневным сном детишек, но только тогда нужно продумать сценарий про себя, чтобы дети спокойно могли уйти в сон дневной. Под медиативную музыку мы рассказываем сказку обычно. Воспитатели это помнят и знают. В одной волшебной стране на огромном цветочном лугу живут бабочки снов. Днем они чаще всего спят, они уютно устроились в бутонах цветов, постараясь образами, интонацией, жестикуляцией, можно даже визуально какие-то вещи представить. Но с наступлением ночи бабочки просыпаются и разлетаются по всему миру. Каждая бабочка нас с вами навещает. Она навещает своего ребенка или взрослого, любого человека. У бабочки снов удивительные крылья. Одно крыло бабочки светлое. Оно пахнет цветами, дождем, сладостями. Антикрылышко покрыто разноцветными пылинками добрых и веселых снов. И если бабочка взмахнет на человека этим крылышком, то всю ночь снятся добрые и приятные сны. Но у бабочки есть другое крылышко. Оно пахнет неприятно, оно покрыто черной пылью, почему пыль черных и печальных снов. Если бабочка взмахнет над человеком темным крылышком, то ему, конечно, приснится печальный неприятный сон. Каждому человеку бабочка дарит и добрые, и страшные сны. Давайте вспомним свои приятные сны. И важно, чтобы дети их озвучили. Важно, чтобы дети их нарисовали, подобрали краски или подклеили те образы цветовой гамме, материали, которых вы им предлагаете. Материала должно быть, конечно, много. И, конечно, те сны, которых мы вдруг испугали. Страшные сны. В чем страх этих снов? Открываем глазки, так рисуем бабочку. Мы раскрашиваем ее, мы ее расклеиваем. И вот как калаш мы изготавливаем. Мы, конечно, уже силуэт бабочки подготовили. И не одной. Цветные карандашики, краски, любые другие средства. Мелки, вырезки из газет, журналов. Разные, конечно, должны быть. И на одном крыле мы с детишками отражаем содержание своего страшного сна. На другом крылышке содержание приятных снов. В цвете, в образах дети выражают свое эмоциональное отношение к своим снам. Они могут даже нарисовать лицо бабочки. И не пугайтесь, или можно улыбнуться тем интересным представлением детей, лицо бабочки. И, конечно же, здесь по результатам работы, при непосредственном взаимодействии с психологом, мы осуществляем, конечно, задачи коррекции или консультирования, а также и привлекаем рефлексивные возможности наших маленьких детишек, потому что наша задача преодолеть этот страх. Каким образом мы преодолеваем страх или нечто подобное, отрицательное, переживание, об этом я, конечно, скажу о конвертах радости и огорчений. Я, конечно, здесь очень осторожно обозначила возраст старший дошкольный и школьный, но я думаю, если упростить, в формате сказок, в формате какого-то микрофильмирования или такого театрального действия, то есть те элементы, которые нам с вами уже знакомы, и, вероятно, если среди слушателей есть, кто уже слушал мои вебинары, я очень частенько говорила, что в данном случае мы можем использовать разные форматы, мы сценарий под себя уже, под свои задачи и цели можем подобрать. Так вот, что такое конверт радости и огорчений? Это вот смежно очень перекликается с предыдущим вариантом представления преодоления вот этих страхов. Мы здесь развиваем, конечно, умение выражать свои чувства по отношению к разным жизненным ситуациям, мы помогаем снять напряжение и, с другой стороны, продолжить эту работу детей и родителей совместно, потому что это способствует эмоциональному их сближению. Материалы можно саморазличные или взять готовые почтовые конверты. Мне кажется, будет интереснее вместе приготовить из картона, бумаги разных форматов и разукрасить эти конверты. Но как можно описать? Я вот примерно начало этого сценария вам предлагаю, что вот за целый день, ну как вариант, да, мы успеваем прожить, пережить много разных ситуаций, что-то нас веселит, удивляет, радует, печалит, огорчает. Давай мы с тобой сделаем конвертики, в которых можно собирать все, что сзади запомнили. В один конвертик можно даже и сам вид конвертика, да, такой вот, мы сложим все наши радости, в другой конвертик спрячем все наши огорчения. И предлагаем вместе изготавливаем с помощью приемов коллажирования эти конвертики. И в конверт, когда они будут уже готовы, берем небольшие листочки, бумажки, листочки, рисуем на них, или, ну, писать, наверное, еще рановато, но можно хотя бы одним ключевым словом, если это младшие школьники, обозначить вот ключевое слово, то, что тебя волнует, да, там, допустим, страх, тревога, или ссора, или что-то еще. И вот заполняем, рисуем то, что его обрадовало или огорчило, и распределяем соответствующие конвертики, да. Итак, предлагаем с помощью рук изобразить весы в один конвертик, в одну руку, простите, конвертик с радостями, в другую, там, в левую, например, руку конвертик с огорчением. Что у нас сегодня перевешивает? Радость? Отлично. Скажите, что завтра мы снова будем заполнять наши конвертики, и, наверное, радости станет еще больше. Перевешивает огорчение? Ну, не беда. Конечно, это грустно, но ведь мы же их убрали в конверт. Они больше не в тебе, а вот в этом конвертике, значит, они потеряли власть над тобой. А завтра мы вновь продолжим заполнять наши конвертики, еще посмотрим, кто кого перевесит. Положительную установку мы даем на позитив установки, на то, что мы преодолеем эти огорчения, радости, ссоры, что негативное связано с радостями, мы, конечно, дружим, мы их пополняем, они у нас должны перевешивать. И вот в процессе заполнения конвертов можно с ребенком, конечно, периодически пересматривать содержимое, обсуждать, убирать, дополнять и так далее. Пусть сам ребенок решает, ни в коем случае не навязан. Это его выбор, как он будет дальше вести эти конверты. Захотел он прекратить? Проводим полную ревизию содержимого. Захотел выкинуть? Все выкидываем. Захотел перемешать? Перемешиваем, пожалуйста. Но мы потом предлагаем конверт с накопившимися радостями хранить в надежном месте, чтобы всегда была возможность вернуться к нашим радостям, их пересмотреть. А вдруг нам будет грустно. Давай пойдем посмотрим наш конвертик радостный. Ну а вот с конвертиком с огорчениями, я думаю, можно предложить расправиться. Есть такие, помните, у взрослых есть такие психологические методики написать все то, что тебя раздражает, сжечь там конверт или там описать то, что там составляет предмет твоего раздражения. У детишек то же самое. Только механизмы нужно продумать детские. Давай расправимся с нашими огорчениями. Как можно? Пожалуйста. Хочешь ножничками разрезать? Ради Бога. Хочешь разорвать? Ладно. Потоптать? Ладно. Главное вот эта энергия, которая связана вот с этими негативными эмоциями, скопленными, может быть, не за один день, или, может быть, хвостиком, идущий из дома, или, может быть, там где-то на площадке игровой с кем-то подрался или пас вздорил и прочее. Всякое бывает. И вот мы расправляемся таким образом с нашими негативными эмоциями. Какое я хочу сделать здесь примечание? Хорошо, когда все, что ребенок складывает в конвертике, он проговаривает вместе с воспитателем или с родителем. Вот здесь очень хорошо было бы эту методику, к этой методике подключать родителей. Почему я вам уже объясняла, да, родителям это дополнительная возможность узнать своего ребенка, эмоционально сблизиться, и, конечно, чтобы родители позаботило то, что ребенка в этот момент огорчает или радует. И вдруг вы можете мне задать вопрос, а если ребенок отказывается писать или рисовать то, что его огорчило, может быть такое? Конечно, вполне может быть то, что в конвертик ребенок не хочет в данный момент что-то вот рассекретить и положить, да, либо наклеить, нарисовать. Вот в каком виде представляются в конвертиках эмоции, еще раз повторяю, мы на листочках можем написать это младшие школьники, нарисовать, наклеить вот то, что образ плохой или хороший, связанного ребенка, и в конвертик складываем именно вот в этом материализованном состоянии, неважно в каком. Может быть, это ключевое слово, да, первоклашки могут написать, там, ссоры или страх, или что-то там, собака, например, да, там, испугалась собаки и прочее. Вот главное, чтобы это была некая материализация, да, понятно? Я вот отвечаю сразу параллельно на вопрос, который вот в чате вижу. И если вдруг ребенок отказывается рассекретить то, что его волнует в данный момент, не настаивайте ни в коем случае, значит, он к этому пока не готов. Можно его успокоить, сказать, что это не обязательно показывать, или можно предложить такой вариант, что вместо того, чтобы писать, рисовать или склеивать, рисовать огорчение, можно открыть конвертик и шепотом в него шепнуть. Открыли конвертик с огорчениями и шепчем, что его волнует. Разные варианты продумываем, да, это опять-таки выбор из того, что ребенку может жизнь предоставить, и вы в данном алгоритме представляете. И вы можете предложить, что вы отвернетесь или ненадолго выйдете из комнаты, вот, а ты сам решай. Шепнул в конвертик с огорчениями, что тебя вот на данный момент волнует. И вполне вероятно, что сам ребенок потом желает поделиться с вами тем, что он спрятал в конверте, нашептал в конверте или нарисовал. И, соответственно, вот таким образом мы даем возможность освободиться от того напряжения, которое и в физические болезни может сублимироваться, и в переживании, и в комплекс, с которыми потом уже и психотерапевтам, и психологам иногда родители обращаются. Ну, а чаще всего, конечно, это у нас в виде пружинок сидит в жизни, и мы не знаем, как это вымещаем на близкие, к сожалению. И вот, чтобы преодолевать жизненные трудности, маленькие или большие, неважно, но, на мой взгляд, мы уже с этого возраста должны закладывать в голове ребенка одну важную решаемую вполне задачу, что всегда есть выход, всегда есть с кем поделиться, всегда есть с кем кому рассказать или вот те ситуации, которые можно проиграть. Одно из, вот почему я в данную тему от терапевтического коллажирования сопрягаюсь с темой автоматизации звуков, я сейчас вам объясню. Казалось бы, вот темы немножечко различные, но я думаю, присутствующие сейчас среди слушателей логопеды согласятся или не согласятся. Ну, вот давайте подумаем. Некоторые деток вводят к специалистам, да, а очень хорошо, если в детском садике это организовано, или в центре специально родители вводят детишек, у которых вот, которым нужно подправить вот в дальнейшем, чтобы фонематический слог был правильно сформированный, детки не писали с ошибками уже письменные тексты или не излагали с ошибками, потому что правильное произношение звука это обязательно правильное написание его в дальнейшем. И порой родители дома начинают, конечно, вот скажи эрррр, нет, нет так, скажи так. И ребенок, благо, если есть выход, ну вот я сужу по своему старшему ребенку, когда мы-то старались вот дома особо так не напрягать, и пару занятий у логопеда, логопед, большое ему спасибо, я всегда с уважением к вам отношусь, он нас убедил, что достаточно двух-трех занятий, ну, естественно, дал рекомендации, и когда мы дома уж чересчур надоедали ребенку, там, скажи, там, трактор, он начинал говорить самосвал, вот такие, вот такой выход, выбор слов, где эррр отсутствовал, чтобы вот от него, видимо, скорее отстали, да. Но вот иногда вот такое давление, скажем так, которое мы не воспринимаем, конечно, взрослые, как давление, мы же во благо ребенка действуем, оно детишками тоже довольно-таки тяжело переживается, маленькие стрессы, они копятся, и поэтому как можно, вот примерно я даю вам сюжет, для составления коллажей на этапе автоматизации звуков, каким образом сделать эти занятия продуктивными и для ребенка, и для вас, и вот методика работы над звукопроизношением при составлении коллажа, она тоже, конечно, едина. Сначала произношение закрепляется изолированно, ну, и затем, конечно, в отдельных слогах, словах и фразе. Различные варианты словесных упражнений можно предложить, это и называние всех картинок на коллаже, да, картинки могут быть, содержать звук, а могут и нет, это чтобы разбавить то напряжение, которое может ребенка сопровождать, вот требуется именно так, а не иначе этот звук произнести. Можно придумать предложенные по картинкам рассказы или предложения, да, тем самым мы с вами автоматизируем звуки в словосочетаниях и предложениях. Можно чистоговорки привлечь, короткие стишки по сюжету коллажа, все, что содержит там вот этот самый звук, который нужно нам усвоить. Ну, и, конечно, мы с вами постепенно, ненавязчиво должны вести постоянно контроль за детской речью. Вот подобная схема, которая вам сейчас предложена, схема коллажная, может быть использована и на занятиях по повторению пройденного материала. Можно индивидуальные коллажики составлять в тетради, ну, и продолжать это дома. Родители, конечно, могут продолжить дифференцировать звук уже по готовому, созданному в детском саду коллажу, и до автоматизации доводить звуки. Ну, вот посмотрите, почему я предложила не цветные картинки, а вот как раз в процессе разукрашивания мы с вами проговариваем, да, красная кабина, там, оранжевый кузов, черные шины и так далее, и так далее. То есть ребенок не просто в творчество влечен, он переключается на творческий процесс повторения звуков, и то, что он разукрашивает, подбирает те или иные цвета, которые тоже содержат этот звук, и ненавязчиво мы с ним автоматизируем то или иное звукопроизношение. Вот точно так же мы можем, например, предложить день рождения, ну, в данном случае, Соня и Миша, можно реально имена ваших детишек предложить, и здесь их фотографии наклеить, почему бы нет, да, вот приближается там день рождения, и вот мы с вами опять-таки подбираем те картинки, скажем, с проблемными звуками, будь то R или V и L, да, разграничение идет, ну, то есть те звуки, которые считаются проблемными. Одновременно это и творческий процесс, одновременно это и коллаж, с другой стороны мы снимаем стресс, акцентирование на определенном звуке, то есть вот напряжение человечка маленького делать то, что с него требует, потому что мы сопровождаем это еще творческим процессом и закрепляем, автоматизируем определенные звуки. Ну, вот подобного рода игры, коллажирование можно проводить со звуками, ну, посмотрите, как, да, то есть здесь я даю свои варианты, пожалуйста, можно и слово нарисовать и отхлопать его по звукам, да, отхлопать по слогам, я имею в виду, содержащие те проблемные звуки, которые мы изучаем. Мы можем собрать слово из рассыпанных звуков или вот звук подобрать в середке в начале или в конце слова, ну, тут, мне кажется, фантазию, пожалуйста. Игры, связанные с коллажированием по грамматическому строю речи, наклеили только живые и неживые предметы, называем, да, или мы находим среди наклеенных слов те слова, которые к он, она или оно, вот вам уже грамматическая категория рода, те предметы, которые притяжательностью, мой, моя, мое и так далее. Мы можем сопровождать методику коллажирования игрой один много, то есть так, чтобы одна ласточка, много ласточек, да, мы завершаем предложение, рад чему нарисовали, наклеили белки, волку, уже подержанную систему, да, закрепляем, дательные, винительные и так далее. Подержи, пожалуйста, здесь уже, ну, вот, мне кажется, здесь уже те текстовые фрагменты вы можете на ходу даже придумывать. Главное, подключаем к этому процессу не только одного ребенка, но и всех детишек. Можно продумать в методике коллажирования те задания, которые связаны с развитием памяти. Мышления называем, там, входящих в одно семантическое поле животных, растений. Мы можем породовать, да, им признакам, да, те предметы, которые только в лесу, в городе, дома. Или там все слова, которые исключают животных, ну, и прочие компоненты. Это вот все через коллажирование вполне легко детьми осваиваемо. Работаем над интонацией. Это, опять-таки, громкая интонация, тихая. Изображаем животных. Вот в предыдущих заданиях я вам говорила, да, что можно сопрячь отдельные виды заданий. Параллельно с чем? Потому что, когда интонацию дети повышают, ну, где как ни в садике они покричат, да, потому что дома тише, тише, соседи, тише, не ори, или там где-то на площадке, веди себя хорошо, мы постоянно их ограничиваем. Пусть покричат, как медведь поревут, пусть как мишка попикают. Это же выход, опять-таки, вот это сублимирование, как психологи называют, той энергии, которую вот детишкам надо где-то выпускать. Без этого никак. Это возраст такой. И связанная речь, конечно, да, вот я уже не в первый раз сегодня вам говорила, что можно и картинки составлять, сюжетные предложения по ним, предложения в рассказ или сказку, формат или жанр продумываем сами, в зависимости от того материала, который вы подбираете. Следующий слайд я попыталась уже вот, если последующие слайды, алгоритмизировать, то есть в таком вот обобщенном виде вам представить, как составить коллаж, ну, например, если вы ставите задачи для коррекции звукопроизношения, ну, это задачи вам известные, мы вот этого сценария придерживаемся, мы можем развернутым этот план представлять, либо сокращать его в зависимости от возраста и особенности ваших детишек. Приготовили готовый коллаж, как с ним работать? Тоже алгоритм того, как мы при автоматизации произношения звука можем использовать уже готовые коллажи. Ну, вот реальные картинки, предположим, работаем над звуками С, С и Ш, не буквы, а звуки С и Ш, ну и продумываем сюжет, можно путешествовать, можно идти на рынок, можно идти в магазин и подбираем именно те картинки, которые могут содержать в большинстве своем те звуки, над которыми мы работаем. Вот, пожалуйста, вам коллажирование один-несколько. Когда мы и к родовому понятию числа уже приучаем детей, мы и клеим, мы и считаем, мы и познаем и числительно изоодно повторяем. И, конечно, уважаемые коллеги, здесь я среди методических рекомендаций по использованию коллажа и по звукопроизношению и как терапевтический прием одно от другого я в данном случае не разграничиваю. И причину я вам объяснила. Конечно, это некая рефлексия должна быть, чтобы детки вместе с вами подвели итог, выводы вместе. Это речемыслительный процесс. Не воспитатель подводит итог, а вместе. Что я сегодня узнала, когда мы работали, что мне было интересно или наоборот неинтересно, что я поняла или наоборот мне было трудно. Я попробую или, может быть, что у меня получилось. То есть мы самооценку детей прорабатываем. Что меня удивило или мне было знакомо. Что мне захотелось сделать, когда мы работали вместе или отдельно. Вот, пожалуйста, тот неполный перечень того, что можно предложить деткам на рефлексии того, что в качестве итога, вывода дети обязательно могут поделиться и с родителями. Что вот такое интересное у них сегодня было. И подвести итог уже вместе с вами. Но помимо тех источников и литературы, которые я вам предлагаю здесь, и в презентации вы сможете найти материалы как в доступе в интернете, так и обратите внимание из печатных изданий. Вот те классические версии коллажа, которые, я еще раз говорю, это тот, обладающий ресурсным своим потенциалом метод, который мы можем использовать в совокупности с теми новейшими разработками в области психологии детской и подкорректирования тех уже известных методов. Вот помимо этого списка литературы источников, я бы хотела еще обозначить некоторые выводы, которые, если позволите, я сейчас озвучу. Для коллажа с дошкольниками и младшешкольниками я считаю, лучше брать небольшое изображение, это половинки формата А5 или А4. Мне кажется, это будет достаточно при индивидуальной работе. Если коллективная работа, еще раз повторюсь, можно вот тему продумать и даже на кусках обоев очень аккуратно работать. И лучше давать, конечно, не целые каталоги, а вырванные страницы, где меньше текста, больше картинок, больше цвета, потому что дети визуально это выбирают. Кстати, согласитесь, не всем деткам комфортно вырывать странички, поэтому лучше не заставлять это их делать, а предоставить уже возможность выбрать из того, что вы выбрали. То есть нельзя ставить страх перед запретами, ведь наверняка дома говорили, нельзя вырывать. Если где-то детишки еще что-то рвали и прочее. Пусть работают с готовым материалом, так будет проще и вам, и детишкам. Впрочем, смотрите, есть разные дети, тут может быть даже разрешение вырвать некоторые любые страницы. Вот здесь можно, а дома нельзя. Вот здесь, пожалуйста, здесь мы можем, потому что и можно объяснить причину. Если, конечно, у вас не стоит задача найти определенный цвет из всего многообразия предлагаемого, то хорошо будет, если вы заранее разложите странички по цветовой гамме. Так будет легче работать и вам, и детям. При этом можно поставить задачу по поиску цвета. Найди на этой страничке желтый цвет. Задача вроде не такая уж и простая, как кажется, но вот это поиск все-таки. Некоторые дети при всей вот мной описанной, казалось бы, очевидности терапевтичности процесс обрывания бумаги, когда клеем, да, вот что-то там формы создаем. Некоторые дети прочитают работать ножницами. Ориентируйтесь на задачи, которые вы ставите в процессе занятий, потому что моторику можно, как вы понимаете, и так, и одним, и другим способом развивать. Главное, чтобы ребенку было комфортно. Если же у вас ставит задача раскрепостить вот с применением коллажирования ребенка, убрать вот те зажимы, поработать с уверенностью, то можно мягко настоять на работе именно с обрыванием бумаги. Ну, по крайней мере, чтобы ребенку хотя бы попробовало этот процесс, не понравилось, хорошо, переходим к ножницам. Есть дети, которые не хотят работать ножницами, не хотят обрывать бумагу. Может быть такое? Вполне возможно. На этот вариант запаситесь волшебной коробочкой. Конечно, если вы в виде коробочки предложите им коробку из-под конфет, вы можете всю насмарку работу свою запустить. Почему? Потому что раз конфетная коробка, то дети будут нацелены увидеть конфеты. Поэтому лучше предварительно эту коробочку сделать волшебной. Можно ее обернуть в подарочную бумагу, но так, чтобы дети не видели, что это коробка из-под конфет. И из этой коробочки вы уже детям предлагаете брать понравившиеся кусочки и наклеивать на изображение. Кстати, обратите внимание еще на то, что можно предложить двусторонние кусочки. Где-то цвет, где-то шрифт. То есть почему? Это тоже очень важно. Потому что тот фрагмент, который ребенку сначала не понравился, он вполне может с оборотной стороны быть симпатичным. Заземляем детей таким образом. Мы проговариваем, что в жизни может быть то же. Что вначале не нравится, потом может принести много чего хорошего. То есть есть вариантность, а не однолинейность рассмотрения какого-то проблемной ситуации в дальнейшем жизни. Разные точки, учим детей с разных позиций, вырабатываем тем самым и возможность увидеть плюсы и минусы одного и того же события или факта. Начинается с простого. Вот эта бумажка не понравилась, а то оборотная сторона, здесь там цвет такой, который просто ребенка восторг приводит. То есть это тоже вариант психотерапевтического приема. Смотрите по ситуации, стоит его применять или нет. Ну и желательно брать бумагу на коллаж хорошего качества, не такую газетную, которая может там расклеиться или легко порваться. Ножницы, конечно же, детские. Здесь мы технику безопасности, как всегда, хочется напомнить, соблюдаем. Если работаем с клей-карандашом, то, конечно, он должен быть не очень сухим, чтобы процесс приклеения не замедлялся. Да, и, возможно, работа с кисточкой или клеем ПВА. Это тоже уже в вашей работе практикуется. Но учтите, что если используем клей ПВА, то мы даем время засохнуть. Учитывайте это при планировании занятия. Допустим, полчаса или 40 минут вот такого творческого процесса, но высохание требует времени. Словом, как вы понимаете, материалы, конечно, безграничны. Поэтому можно сказать, что из мусора мы возрождаем ценность. Работы мы, конечно, не думаем о конечном результате, мы предполагаем. Но сами участники малышей получают от этого удовольствие. Ну и калаш в этом отношении, как арт-терапевтический прием, он очень эффективен, на мой взгляд. И здесь можно сочетать самые разные техники арт-терапии. Достаточно быстро добиться положительных результатов, потому что подобная деятельность, она необычная, увлекательная, интересная. А это в свою очередь помогает и нам, воспитателям, педагогам, и детям вот такой педагогический образовательный процесс сделать взаимовыгодным и достичь тех целей, задач, которые мы с вами ставим. Да, вот здесь вот еще есть, если есть вопросы, да, вот методика полезна при автоматизации скороговорок. Совершенно верно, я полностью согласна. И здесь на одном из слайдов я, по-моему, как раз и говорила о том, что можно чистоговорки, поговорки вот проговаривать, когда готовый калаш, да. Очень хорош, совершенно верно. И так, если есть, вот напоминаю вам, уважаемые коллеги, если у вас возникают вопросы, вот вкладочка с вопросом я с удовольствием открою, посмотрю, пока здесь нет, к сожалению, но, наверное, в чате я могу, так, здесь уже вот на вопрос я ответила, и вы понятно написали. Так, и вот, в общем-то, да. Ну, про мнемо таблицы я в одном из своих вебинаров говорила, это тоже как техника используется, калаш, конечно, здорово, он более, калаш более раскропощенный, да, таблицы это все-таки рамочки, здесь мы уже вот даем готовый некий результат. Уважаемые коллеги, вот я всегда получаю восторг от подготовки таких тем, все, что касается творчества и развития детей, и попыткой профилактировать некие вещи, которые во взрослом возрасте, при социализации ребенка мы с вами вот можем профилактировать. Если это возможно в этом возрасте, и если это возможно вашими усилиями, мне кажется, это просто было бы великолепно. Благодарю за внимание. Пожалуйста, еще, может быть, ваши вопросы. Спасибо. Спасибо, да. С первоклассниками тоже очень здорово помогает. Я рада, если это будет востребовано, полезно. Еще раз напоминаю, что презентацию вот можно будет скачать, и вы уже, ну, буду рада, если этот материал будет востребован. Вариации, как всегда, возможны. Это процесс творческий, и все зависит, конечно, и от ваших детей, и от вашего подхода. Я, как всегда, приветствую только креативность. Но судя по тому, как вчера в Госдуме утвердили закон о минимизации иностранных слов, значит, мы будем говорить о том, чтобы мы творчески подходили с вами к подобного рода методикам и их применению в нашей работе. Вот, можно будет как раз, Екатерина, можно будет еще раз использовать этот прием уже вот на новом дыхании с новыми какими-то материалами. Так, благодарю. Спасибо большое за теплые слова. Мне всегда очень приятно. Это стимулирует к выбору и тем актуальных. И хочется на некоторые, хотелось бы на некоторые вот классические вещи, которые нам всем известны, посмотреть вот в свете новых достижений. Мне кажется, это здорово. Спасибо. Спасибо большое. Так, ну вот я смотрю, вопросов пока больше нет. Ну вот организационные вопросы сейчас после того, как я уже освобожу, вам снова Татьяна повторит или напомнит. Всего доброго. До следующей встречи, уважаемые коллеги. Рада была снова с вами встретиться. Всего доброго. Всех благ.